Я думаю, неоправданно падением Вячеслава Кисленко. Очень жёсткий раздел китбоксинга, лоу-кик. Мощь этих ударов общеизвестна, и сам поединок приобретает иную значимость при разрешённых этих ударах. Очередной третий раунд судья рефери на ринге Алмаз Гесмеев, а на ринге Евгений Хиль и Вячеслав Кисленко борются за звание чемпиона России этого года. Не удаётся Евгению Хиле стопроцентно использовать свои длинные руки и ноги. Очень умело использует его ошибки Вячеслав Кисленко и выходит на необходимую и удобную для него боевую дистанцию. Работая вторым или первым номером, активность его, несомненно, заметнее. Настолько страшен удар лоу-кик, что и самому трудно удержаться в жёстком положении. Опасное движение делает замечание Гесмеев. Рисунок боя практически не меняется. А мне кажется, что Евгению Хиле надо бы очень предметно подумать об измене тактика поединка. Нельзя так боксировать с Вячеславом Кисленко. Хотя делать что-либо иначе в поединке с этим мастером очень трудно. Четвёртый раунд. Напомню, что этот поединок стоит и проходит по формуле 7 раундов по 2 минуты. Вот посмотрите, всего 2 атаки. И практически они проведены Кисленко без ошибок. Хорошо готовит их. Прекрасно готовит к неудобному положению своего соперника. Проводит на хорошей скорости. И как итог зарабатывают очередные очки. Даже такой поддержкой, даже за такое падение пермяки хотят поддержать своего бойца Евгения Хиля. Чётко отрабатывает все домашние заготовки Вячеслава Кисленко. Очень рационально ведёт поединок. Прописывает этот бой по своему сценарию. Ни в коем случае нельзя его подпускать так близко к себе. Это основная ошибка. Евгения Хиля. Надо отдать должное, что Вячеслав Кисленко комфортно себя чувствует. Практически в любых ситуациях, любой дистанции. Трудно бороться с этим бойцом. И очень трудно заставить вести поединок в себе удобной манере. Посмотрите, какого неудобного, казалось бы, положения. Практически в нестоящем положении он проводит прекрасный лоу-кик. Седьмой заключительный раунд. Седьмой раунд. Евгений Хиль. Вячеслав Кисленко. Бойцы дерутся за звание чемпиона России среди профессионалов. Казалось бы, все уже сказано друг другу. Ну вот, надо еще продержаться чуть больше полутора минут. Постараться определить судей в своем приоритете. Дорисовать недосказанное в поединке. И уверовать всех о своих серьезных намерениях быть первым. Я думаю, что с большим успехом сегодня это удается у Вячеслава Кисленко. Очень умело раздергивает он своего соперника. Очень хорошо входит в атаку. Целесообразно ее останавливает. Целесообразно для себя. Отходит на удобно допустимые расстояния. И вновь и вновь атакует. Закончился седьмой заключительный раунд. А мы еще раз можем полюбоваться техникой лучших бойцов. Не только России, но и первых рейтинговых бойцов мира. Семьдесят, шестьдесят восемь отдал победу вашему гостю. Андрей Степурка, главный тренер сборной страны, объявляет счет. Счет этого поединка, по итогам которого Вячеслав Кисленко признан лучшим. И естественно становится чемпионом России 2001 года.